Я очень рад, потому что у нас сегодня проходит второе мероприятие. Моя компания «Электромобили мира» принимала участие в организации первого электрофестиваля. И сегодня я очень рад, что принимаю участие уже как главный редактор и издатель своего журнала «Эви Карсворд». Это «Электромобили мира» журнал, который рассказывает исключительно о электрическом транспорте и возобновляемой энергетике. Но сегодня, как вы видите, уже в сравнении с первым мероприятием очень ярко выраженная соревновательная часть. То есть мы разбили по сегментам электрический транспорт и даем возможность пройти трассу и зафиксировать время прохождения этого трассы. И это первые цифры и первые данные, которые мы можем говорить уже в точности о технических характеристиках того или иного вида электрического транспорта. Вообще моя суть – это механик, то я, конечно, смотрю всегда вглубь и не могу не сказать о двигателях «Дуэновых». Я очень подробно сегодня брал интервью и делал обзор этой техники. И само сердце двигателя D90, который установлен на многих транспортных средствах, меня очень радует. Радует тем, что это уже отечественное производство. И, наконец, вот эта наша, ваша инновационная, так сказать, перемотка славянки дошла до практического применения и уже намотала определенное количество километров в реальности, в реальной ее эксплуатации, что меня очень радует. Сегодня, 23 августа, в воскресенье, нас пригласили на выставку, посвященную электротранспорту. Ну, соответственно, мы сюда приехали на своем муравье. Сейчас мы бегло пробежимся по выставке, поглядим, что еще народ выставил, на что можно, как говорится, обратить внимание, какие-то интересные моменты подчеркнуть. Вот, поехали. Грузовая тележка самосвальная. Фирма Мот. Как раз она на электротяге. Мотособака, также вы ее видели на моем канале на испытании. Электрический мотоцикл. Если хозяин даст добро, мы его испытаем и также кинем ссылочку на его канал, где он подробно расскажет, как его строили. Муравей, 89-го года выпуска, гибридный. То есть на нем и электромотор, и бензиновый двигатель. Мотоцикл электрический, созданный на базе Suzuki AX100 с мотором Duinova, да, 90С. Такой же, как на муравье. Кстати, вот интересный момент. Вот этот мотоцикл, муравей, мотособака и грузовая тележка самосвальная. Движет это все один мотор. Ну и вот, смотрите, что движет этот двигатель еще. Это санки. Получается, вес их 1300 килограмм. Максимальная скорость до 40 километров в час. И это все на маленьком 10-килограммовом моторе. К нам приехал Алексей. Алексей, мотоциклист. У него много мотоциклов. Это его такой поджопный скутер, так называют. Он хочет попробовать прокатиться на электрическом мопеде. Мы сейчас ему предоставим эту возможность. Он с нами поделится впечатлением. Поедешь? Поеду. Ну все, огонь. Тогда. Ключ до конца поверни. Здраво. Ты долго катался. О, вообще техника огонь. Просто, блин. 90 бежит вообще, как ничего делать. Это еще ветер встречный. Ураган мне очень понравилось. Ты долго катался. Да где? Я в Чехов съездил. А, ты по дороге шуршал? Да. По дороге. А вот тут, в деревенских условиях. Да, вообще шикарно. Даже, блин, подрывает вообще прям просто. Мне очень понравилось. С таким мокэдом жить можно, да? Да, блин, мне в Москве можно. Он в потоке держится свободно. Можно, блин, вот от гаража до дома ездить вообще. Милое дело. И бензина ничего не надо вообще. Но продавай свой самокат. Да. Я бы взял такой. И мы тебе соберем на таком моторе. Любую телегу, какую закажешь. Договорились. Ну давай. Спасибо. Я тебе, короче, замок включаю. Вот здесь вольтметр. Он уже наполовину разряженный. Семь из-за логонька, видишь? Так, отлично. Вот это он так едет вперед. Вот так он поедет назад. Мне назад не надо. Ну и все. Все, передний тормоз, задний. Задний тормоз, он очень резкий. Он прям на юз сразу. Едет отлично, все супер. Единственный минус. Я не привык к электрическим двигателям. Это то, что при закрытии как бы дроссельной заслонки, да, когда мы отпускаем ручку газа, у него еще идет немножко набор, там, секунда, буквально полторы. Он не сразу начинает тормозить двигателем. Это не набор. Это накат. Это да, свободный накат. Но, как бы, вот этот минус очень сильно прям... Это просто непривычно. Ну, как бы, едет отлично. Это на Муравей, помнишь, ты катался, так же было? Ну, вот, это единственный минус, как бы, ну, не знаю, минус-плюс, но как-то вот то, что было мной замечено. А так все отлично. Я доволен. Огонь. Спасибо. Блин, не знаю, вообще рвет, там смеса, я не знаю, даже лучше, чем этот, какого-то, бензиновый двигатель. Просто газы жмешь, он уже, блин, рвет. А на чем ты катался до этого? На чем, ну, на всяких спортивных, там тоже гонял. Ну, это вообще прям жесть. Для мопеда нормально едет, да? Для мопеда очень хорошо едет. Серьезно. Ну, огонь. Спасибо. Да, вообще четко. Там главное, что ничего не надо. Спасибо.